Арон Зинштейн родился в Нижнем Тагиле, где и начал заниматься рисованием. Там он окончил Уральское училище прикладного искусства, а после уехал в Ленинград, где завершил обучение на факультете интерьера и оборудования и устроился на работу, посвященное прикладному искусству. Там Арон Зинштейн и начал свои первые эксперименты – создавать картины гуашью. Художник рассказывает, что вдохновляет его город на Неве – Санкт-Петербург, пейзажи которого он привез на выставку в Самару. Этот город всегда вдохновляет художников. Ну а тех художников, которые живут в этом городе, это особенно. Ты едешь по городу и каждый момент – это некое произведение. Я делаю наброски обычно. У меня альбом с собой. Я делаю наброски того, что я вижу. Затем в мастерской я эти наброски для себя представляю этапом к живописному произведению. На протяжении, наверное, уже сорока лет у него сложился свой узнаваемый стиль. Это такая жестовая живопись с особым звучанием колорита, цвета. Конечно, его манера эволюционировала в течение сорока лет, но в рамках такой узнаваемости. Я думаю и надеюсь, что зрители этой выставки разделят вот эту радость живописи, радость цвета, радость такого приятия жизни, которая разлита в его картинах. В Самарском художественном музее выставили 26 работ художника Орона Дьенштейна. Все они создавались маслом и жидкой краской гуашью. Когда переступила порог этого зала, вижу улыбки, вижу какое-то счастье, которое он так легко дарит. Собственно говоря, этот мир, в котором хочется жить. Я очень рада, что мы показываем его работы. Очень радостные краски, порадовалась прям вот. Море света, впечатление замечательное, радость жизни. Увидеть выставку «Белый день на Неве» можно в областном художественном музее до 15 декабря.